Айрин Лакс. Любовь по рецепту. Глава первая. Инесса. Стучите, и вам откроют. На мой взгляд, самое неправильное назидание из всех существующих. Потому что я стучу-стучу, стучу-стучу, и скоро превращусь в самку дятла, но дверь мне никто не открывает. Я еще раз перечитала адрес, указанный в сообщении, и сверилась с номером квартиры. Посмотрела на циферблат часов. 11.15. Я договаривалась с хозяином квартиры на 11.00. Хозяин квартиры даже не отвечал на мои телефонные звонки. Я разозлилась. Если ему не нужны квартиры-съемщики, зачем он договаривался на определенное время, чтобы показать квартиру? Я только занесла ногу в цветастом кеде, чтобы пнуть дверь, как вдруг дверь распахнулась. Я дернулась в сторону и подвернула ногу. Едва не упала. Но меня подхватили сильные мужские руки. Подхватили в тот момент, когда я уже смирилась с падением и даже зажмурилась от страха, потому что падать всегда больно. «Осторожнее, девушка!» – произнес низкий мужской голос. Я соизволила открыть глаза и уперлась взглядом в пухлые мужские губы. Всего одного взгляда мне хватило, чтобы узнать этот чувственный, порочный изгиб губ, будто нарочно созданных для того, чтобы сводить с ума и заставлять забывать, как нужно дышать. Мужчина улыбнулся дьявольской улыбкой обольстителя. «Черт! Я знаю этого мужчину. Я должна пошевелиться, сказать хоть что-то или просто начать дышать. Но я словно застыла на месте, разглядывая нижнюю часть лица Марка Истомина. Я прогуливаюсь взглядом по его губам и волевому подбородку, мысленно трусь щекой о его сексуальную щетину и не решаюсь поднять взгляд выше, потому что точно знаю – утону. У Марка Истомина самые синие глаза из всех, что мне доводилось видеть в своей жизни. Если и существуют смертельно опасные, но жутко красивые моря, то вода в них именно такого цвета – цвета глаз Марка Истомина. «Ты хотела меня видеть?» – спросил Марк. «Угу-хм-да-по-по». «Черт побери! Да как же звучит это слово? Я, кажется, забыла все слова русского языка и стала ужасно косноязычной. Не могу вспомнить хоть убей. Наверное, я выражаюсь как заика». «По объявлению, – уточняет Марк, – я все-таки поднимаю взгляд и смотрю в его глаза, обрамленные черными ресницами. Марк неспешно осматривает мое лицо, иронично заломив при этом смоленистую бровь. Знает гад, насколько он хорош. Прекрасно знает и убивается сейчас моментом моего немого поражения. Я понимаю, что уже начинаю задыхаться, поэтому глотаю воздух и выдавливаю из себя. «Да. Хорошо. Посмотришь квартиру?» «Да. Аллилуйя. Дар речи, кажется, возвращается ко мне». «Сама зайдешь или занести тебя?» – интересуется Марк. «Сама зайду», – шепчу я, даже не представляя, в какой глубокий обморок я упаду, если этот бог порока и секса подхватит меня на руки. «Хорошо», – отзывается Марк и приводит меня в вертикальное положение. «Сегодня на мне надеты джинсовые шорты и очень просторная туника, свободно болтающаяся на теле. Марк якобы проверяет, насколько устойчиво я стою, но мужские руки проворно скользят с моих локтей на талию. Марк исследует мое тело на предмет наличия талии, и, судя по огоньку, вспыхнувшему в синих глазах, Марка удовлетворил результат исследований. «Пойдем, у меня есть на что посмотреть», – ивает Марк в сторону двери и входит в квартиру вальяжной походкой. Я стараюсь игнорировать двусмысленность его фразы и иду вслед за ним, сглатывая комок в горле. Я не уточнила, но Марк открыл дверь, будучи одетым только в просторные льняные шорты. Марк – красавчик, нисколько не изменившийся за три года. Однажды он уже поразил меня в самое сердце, и, по всей видимости, он очень сильно зацепил мое воображение в прошлом, потому что стоило мне увидеть Марка, как моя прежняя увлеченность им вновь всплыла на поверхность. Глава вторая. Инесса. Квартира-студия. Слышится голос Марка впереди. Ремонт я делал недавно, меньше полугода назад. Я следую за Марком, как слепой котенок. В идеальной квартире-студии сейчас царит не менее идеальный бардак. Марк. Прямо-таки наглядная демонстрация холостяцкой жизни в квартире. Не успел прибраться, пожимает плечами Марк, следя за направлением моего взгляда. По виду Марка он не только не успел прибраться, но и еще не проснулся как следует. Темные волосы взъерошены и сексуально торчат во все стороны. «Смущает?» – спросил Марк. Я перевела взгляд на его накачанную грудь и идеальный пресс. Шорты сидели очень низко на бедрах, и почему-то я была уверена, что под ними ничего нет. «Конечно, смущает», – подумала я, сглотнув. Но потом поняла, что Марк спрашивает о бардаке. «Ерунда!» – махнула я рукой. «Я тоже так думаю», – заулыбался Марк. «О, Боже, не делай этого! Нет, 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 не улыбайся!» «А-а-а, уже поздно!» Марк широко улыбается, а я, как дурочка, ловлю коварную стрелу его улыбки своим распахнутым сердцем. Сердце начинает предательски трепыхаться в груди и становится жутко волнительно. Даже ладошки вспотели. Я вытираю их незаметно тунику и иду следом за Марком. Мебель, бытовая техника – все остается, кроме плазмы. Плазму я забираю. Я посмотрела на огромный плазменный телевизор, беззвучно транслирующий музыкальные видеоклипы. Хорошо. На кухне тоже остается все – холодильник, плита с духовкой, микроволновая печь. Одним словом, все на месте, жить можно.